В этом году Ивановский район отмечает 90 лет. Наш телеканал рассказывает о самых крупных и перспективных поселениях этой территории. На московском направлении выезда из областного центра располагается Калиновское поселение. Здесь соседствуют десятки сел и деревень. Панеево, Бухарова, Никульское, Ломы, ну и конечно Калиново. Тут же находится воздушная гавань всей Ивановской области, аэропорт Иваново, а также санаторий «Зеленый городок». За последние пять лет администрация Ивановского района на территории Калиновского поселения реализовала ряд важнейших программ. Получилось отказаться от морально устаревших котельных и перевести многоквартирные дома на индивидуальное отопление. По развитию, наверное, одно из самых первых мест занимает, поскольку тоже расположено географически очень выгодно для бизнеса. За последние годы там открылись новые автосалоны, логистические центры. Сейчас существует целый ряд инвестиционных проектов, связанных и с малоэтажным строительством, и с созданием новых логистических центров. Развитие территории предлагает новые рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Увеличивается рождаемость. А подрастают здесь настоящие таланты – самородки. И не последнюю роль в этом играет музыкальный центр «Пульс» и заслуженный работник культуры России Николай Хомский. В нашем Калиновском поселении, в Ивановском районе, не то же комфортно, а Ивановский район, в общем-то, является, вместе с музыкальным центром «Пульс», Калиновское поселение, инициатором очень больших, грандиозных фестивалей, конкурсов. Это можно перечислить, каждый месяц что-то проходит. По соседству с музыкантами в зале центра дополнительного образования проходят занятия по современному мечевому бою. Ученики Дениса Кана уже вошли в сборную России, а недавно вернулись с победами с международного турнира в Китае. Ценным подарком к юбилею района станет ФАП в селе Панеево и отделение общеврачебной практики в деревне Бухарова. Жители близлежащих деревень смогут получать квалифицированную помощь специалистов 7-й городской больницы. В этом году в планах в Калиновском сельском поселении построить детский сад за счет федеральных средств, выделенных. Также за счет федеральных средств будет отремонтирован капитально спортивный зал в школе и за счет районных средств закуплены два автобуса, которые уже возят детей. Имиджевое мероприятие – фестиваль, который символизирует район. Ивановский капустник проходит тоже на территории Калиновского поселения, около деревни Крутово. В октябре этого года все любители щей соберутся на него уже в пятый раз. Елена Белова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иванова.